Превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, хаотичный переезд из одного ряда трассы в другой, без явных на то причин. Это основные показатели, по которым можно распознать непрезвого водителя на дороге, отмечают автоинспекторы. Олег Анатольевич, включение вашей остановки, это резкое изменение хаотичного движения, резкое перестроение с полосы в полосу. Скажите, пожалуйста, вы алкогольные напитки вчера употребляли? Нет. Водителю с признаками алкогольного опьянения предлагают пройти экспертизу в наркодиспансере, либо проводят анализ прямо на дороге. Для этого используют специальный прибор «Алкотестер». Водитель трезвый, содержание алкоголя в дымахаемых пора равно нулю. Отрицательный результат на наличие алкоголя прибор показал и в остальных случаях. Больше всего нетрезвых водителей выезжают на дорогу ближе к вечеру или ночью, рассказывают в автоинспекции. За последний месяц только в Макеевке автоинспекторы выявили более 70 нетрезвых водителей. Нарушителям грозит штраф до 3,5 тысяч гривен, либо 50 часов общественных работ. Также нетрезвых автомобилистов могут лишить водительских прав. Пьяный за рулем преступник, утверждают водители. Ведь такой нарушитель ставит под угрозу не только свою жизнь, но и безопасность остальных участников движения, в том числе и пешеходов. Это приводит к дорожно-транспортному происшествию, создает помехи в движении себе и другим. Также опасно для пешеходов. Небезопасно это и все. Это страшно. Пьяный водитель за рулем – это ужасно. Может быть, любая авария, они же неадекватные. Если водитель впервые попался пьяным, запрет на управление машиной может длиться от одного года до двух лет. За последний месяц по вине нетрезвых автомобилистов в Макеевке произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. Водитель, когда садится в состояние либо алкогольного, либо наркотического опьянения, во-первых, у него снижена скорость реакции, он не способен адекватно оценить обстановку, то есть ту же самую скорость движения, с которой он движется. То есть человек может ехать 100 километров, а в состоянии опьянения ему кажется, что он едет меньше. За время проведения спецоперации по всей области автоинспекторы выявили более 900 пьяных водителей. В 28 случаях по их вине произошли аварии. Чаще всего дорожно-транспортные происшествия случаются в Донецке. Следующие в списке Мариуполь и Макеевка.